Всем привет, с вами Надежда Черная и сегодня у нас клуб романтики Секрет Небес 2, третий сезон, восьмая серия. Я хочу вас пригласить на свою свадьбу с Мальбонте. Я буду рада, если вы подпишетесь и поставите лайк этому видео, это очень важно для моего канала. Что же, не будем тянуть, поехали! Ты уже знаешь, как меня зовут, да? Счастью всегда найдется место. Несчастье особенно. Глава 8. Свадьба. Пела и плясала. Я сидела на краю кровати, задумчиво поглаживая свадебное платье. Я выхожу замуж. Мы выбрали странное время, ведь совсем скоро все это перестанет иметь значение. Наверняка мы все умрем. Может из-за того, что через пару дней все исчезнет, смысл не только не потерялся, но и обрел фатальную глубину. Сейчас или никогда. Мы будем счастливыми сейчас или никогда. Не все девочки мечтают о свадьбе. Например, я. Но это не про меня. Меня же душили сомнения. Ну, слушайте, в такой ситуации, мне кажется, какие-то сомнения есть. По крайней мере, в скорости, да, всего вот этого. Я то хотела, то считала это глупой затеей. Веды так быстро сблизили нас мольбунты, что теперь казалось бы, то мы всегда были вместе. Когда первый шок после предложения спал, мне хотелось то смеяться, то плакать. Мы решили не ждать конца света и связать себя узами брака как можно скорее. Мольбунты провел со мной всю ночь и был задумчив. И кроток. А еще бесконечно нежен. Я не хотела думать о том, что мы проживаем последние счастливые мгновения. И надеялась, что это лишь начало. Еще, увы, мы таких же счастливых вечеров. На самом деле свадьба всех взбодрила. Почти трупы внутри и снаружи, уставшие от бесконечных битв и страха, теперь члены ордена носились по школе, помогая в приготовлениях. Сердце в груди билось, как сумасшедшее. Я тяжело вздохнула и постучала по ребрам, будто это могло успокоить его. Даже перед сражениями не было так волнительно, как сейчас. В дверь постучали, затем вошли, не дожидавшись ответа. Ты еще не собралась? Ля, как вы сами, шикарный. Что за пенюарчик? Неужели собираешься явиться на свою свадьбу в таком виде? Уже пора? Так быстро пролетело время. У тебя коленки трясутся. Все произошло так неожиданно. Я счастлива. Но мне страшно. Блин, я так любила вот эту дружную компашку в первом сезоне. Мне так безумно было приятно с ними взаимодействовать. Сэмми улыбнулся и, взяв меня за руку, помог подняться с постели. Это нормально. Не каждый день заключаешь брак. Ну и что же? Одевайся скорее. Не терпится посмотреть на тебя. Я схватил одежду и поспешил за ширму. Пальцы дрожали, когда я натягивала платье. Так, простое белое платье. Нежность. Страсть. Вступшие. Тему же такое взять. Смальбонт, я думаю, хорошо будет смотреться. Утонченность. Любовь. Она тоже красивенькая. Для выбрать все гуляем, ребят. Или все-таки взять вот для мальбонта. Это вот. Выберем вот такую вот страсть. Я покружилась. Юбка приятно зашуршала. В комнате воцарилась тишина и я уже был испугалась, что выгляжу нелепо. Но оцепенение наконец прошло. И мальчики заговорили в унисон. Я и сам захотел жениться. Ты ослепительно красива. Не только улыбнулась, но в ее взгляде было столько одобрения, что я и сама засветилась от счастья. Спасибо. Я сел за туалетный столик и принялась колдовать над прической. Получилось не с первого раза, но я не оставляла попыток. Пока не вышло то, что хотела. Будничная. Кротость. Ласка. Нежность. Глубина. Ну, это, наверное, вот как раз под платьем под наше. Вот такое вот платьишко и прическу мы выбрали. Теперь приступим к макияжику. Текущий легкий макияж. С украшениями. Вау. Давайте все возьмем. Давайте вот так. С украшениями, так скажем. Мини скачила и прижала меня к себе. Я так рада. Ну что, готова лететь на Амор? Да. Адя открыл дверь и, чуть наклонившись, галантно указал на выход. Тогда прошу. Какие они пузечки, взять я не могу. Остров Амор? Слушайте, ну красиво, красиво. Тут кто-то в дерево впечатался. Лицом. Гости постепенно слетались на остров. Их встречали местные жители, молчаливо указывая путь. Раньше никогда здесь не бывало. Про это место ходило множество легенд. И хороших, и плохих. Но оно неизменно оставалось пристаньщим для влюбленных. Там, где соединяются сердца бессмертных. Там, где брак благословляется богами. Я вытерла вспотевшие ладони о платье и огляделась. Бабочки пролетали, над головой оставляли световой след. Тели птицы, их трели напоминали женские голоса. По озеру медленно проплывали гордые лебеди. Здесь растут кровавые розы? Слышала о них Ви? Нет. Это особый, крайне редкий сорт, цветущий не чаще одного раза в столетие. Кровавая роза считается символом настоящей любви бессмертных. Она привлекает внимание всех, кто ищет истинное счастье. Согласно местным поверьям, тот, кто найдет кровавую розу и подарит ее своему избраннику, обретет вечную любовь. Как же красиво, это правда, кто-нибудь проверил? Ну, кто-то проверил, раз легенды-то пошли. Почему кровавые? Ну, куда же без подобных легенд, верно? Ну, давайте последнее. Шефа, какая же ты черствая. Неправда. Разговоры с мальчиками немного успокоили меня. К нам подошел Донни. Он постоянно озирался и приглаживал волосы. Хорошо, что не умер, потому что мы его не видели в последнее это время. Первый раз на свадьбе. Ви, я репетировал поздравительную речь, но, увидев тебя, все забыл. Просто скажу, что... что раз за тебя. Спасибо. Он снова пригладил волосы. Пойду, выпью бокальчик лифта для храбрости. Фа, да нет, не ты ли ведь сегодня женишься? Я просто слишком чуткий. Демона не понять. Он коснулся моего плеча. Увидимся. Гости все пребывали. Мими подбежала к нам, протянув подолу почти к коленям. Она была с Кристофером. Шепотом вместе пришли. Встречается? Мими кажется счастливой. Ты почему еще здесь? А если жених увидит? Мы и так скоро встретимся. Поздравляю. Слушайте, ну, Кристофер шикарен. Я вообще думала, может быть, если будет с ним ветка во второй части пройти, но его забрала тоже офигенная женщина, поэтому, ладно, пусть будут счастливы. Спасибо. А я могу поздравить вас? Мими зарядилась. Кристофер самодовольно улыбнувшись, приобняла ее кивну. Ну, все, короче, понятно. Мы проследовали чуть дальше, скрылись от глаз в тени деревьев. Вскоре появилась мама. Она держалась отстраненно, собрана, но и видела в ее глазах материнскую тревогу. Он пришел. Ты готова? Слушайте, ну, Ребекка, красиво тут. Я взволнованно вздохнула, прежде чем кивнуть. Готова? Слушайте, давайте я крылья уберу, мне что-то не нравится. Почему мне не понравилось? Не то, что я крылья не люблю, или они какие-то не такие, просто их совсем чуть-чуть видно, и поэтому как-то, ну, не смотрится. Давайте пока что вот так вот. Готово? Хорошо. Заиграла музыка? Гости поспешили занять места. Выберите локацию, где вот проходить. Свадьба, это полеет на сюжет. Атмосферная. С кровавыми розами. Ну, слушайте, красиво вообще. Скромная. Давайте с кровавыми розами, слушайте. Винчеста быстро нашел меня. Посмотрел на маму и с улыбкой спросил. Ой, ну, Винчеста тоже. Если была бы веточка, может быть, я бы могла себя позволить. Позволишь? Буду рада. А ты? Он протянул руку. Не будешь возражать, если я провожу тебя на арке? Блин. Я замешкалась едва, осознавая, что Сэмми вложил мне в руки букет цветов. Горло сжалось от радости и вместе с тем от печали. Мне было жаль, что отец не станет свидетелем моей свадьбы. Но Винчеста подарил мне шанс пройти до алтаря под руку с близким человеком. Он никогда не заменит мне папу, но подарит мне меньше тепла и заботы. Винчеста, я буду счастлива, если ты проведешь меня до арки. Я говорила шепотом, бояюсь, что голос сорвется и по щекам потекут слезы. Винчеста раскрыла руки и я обняла его радостно принимать собственную ласку. Ну, ну, девочка, я сам сейчас зареву. Я рассмеялась, запрокинув голову, чтобы не позволить глазам испортить макияж. Мама поцеловала меня в лоб и поспешила на свое место к остальным. Я обхватила локоть Винчеста и только тогда позволила себе посмотреть на арку. Ну что за красавец! Ты умеешь удивлять. Внимательный взгляд Мальбонте исследовал меня с головы до ног. Ты опять в моей голове? Только не вгоняй меня оттуда. Я едва не рассмеялась, чувствуя такое счастье, на какое, оказалось, уже не была способна. Это место было волшебным. Не только из-за истории и уединенности, и обилия флоры и фауны. Здесь даже воздух был наполнен волшебством. Кровавые розы росли повсюду, как сорняки, но в них чувствовался заряд энергии, питающий почву, деревья и всех, кто оказывался в округе. Они хрустели у меня под ногами, шелестели от ветра, иногда ранили, если случайно касалось их шипов. Мне казалось розы наблюдать за мной, словно это от них зависело благословение. Я хотела прикоснуться к лепесткам, но не решалась. Было достаточно просто находиться рядом с ними и благодарить, что они украсили собой свадьбу. Хотела, чтобы свадьба прошла быстро, была веселой, была спокойной. Ну, слушайте, я вообще за покойствие? То есть, спокойствие, какая-то гармония. Так что, давайте последнее. Музыка заиграла громче, и гости замолчали, завороженно наблюдая за процессом. Готова? Винчеста говорил тихо, ласково, пытаясь успокоить меня. Наверняка он видел, как дрожат мои руки. Я кивнула. Готова. Я стиснила рукав его пиджака. Шепотом. Дорогая, ты выходишь замуж, а не идешь на казнь. Расслабься. Я была на каблуках и переживала, как бы не упасть. Ноги ослабели и еле слушались. На мгновение меня водила паника, что я не дойду, или матерь жизни уничтожит всех нас за секунду до того, как я остановлюсь у Арки. Мне кажется, даже она не такая жестокая. Счастье было настолько близко, что мне не верилось. Такого не бывает. Невозможно так любить. Я думала, что из-за горя атрофируется способность любить. А оно наоборот открыло сердце для таких чувств, на какие я была не способна. Но вот я остановилась у Арки. До конца света не случилось. Судьба решила жалиться надо мной и позволить хотя бы недолго побыть счастливой. Винчеста отпустил мою руку, поцеловал в лоб и прошептал. Удачи. Я не ответила Винчеста. Глядя теперь лишь на мольбунт. Не бойся. Не верится, я будто во сне. К счастью, это не так. Амуровец вальяжно, неспешно вышел с заросшей тропинки. Сбросил несколько тонких веточек с плеч и сказал... Добро пожаловать в обитель любви. Сегодня в священном месте заключит в свой брак мольбунта и Ви. Брак, благословленный богами. Он указал на цветы, обвивающие арку и розами. Готовы ли вы соединить свои судьбы, соединить навеки, пока смерть одного из вас не оборвет связь? Ваши сердца не смогут принять никого другого, а души будут стремиться к воссоединению? Сильнейшие бессмертные будут чувствовать вашу связь, потому что ее уже не скрыть? И даже после смерти, как шрам, на вас навеки останется след любви? Голос Амуровца был низким, хриплым и от того звучал строго. Ну, я наоборот, высокий. Каждый, кто слушал, ощутил всю серьезность клятвы. Она меня пугала, привела меня в восторг, была такой, какой я себе представляла. Ну, в принципе, давайте последнее. Бессмертные редко женились. Одаренные или проклятые долгим существованием, они понимали, что провести века с супругом, которого разлюбишь через 50 лет, будет сложно. И потому решались немногие. И только действительно легкомысленные или поистине влюбленные добирались до этого места. Можно ли нас назвать легкомысленными? Наверное. Да нет! Ну, мы в первом сезоне тоже были вместе. Ну, что ж такое. Но мое сердце так трепетало, все существо тянулось навстречу. Будто не хватило бы и сотни веков, чтобы эти эмоции поутихли. А потому и стояла, сжимая букет, и улыбалась, лишенная сомнений в своем выборе. Так, поклянитесь же в любви, пока смерть не разлучит вас. Мальбом-то посмотрел на меня так, будто я была перед ним обнаженной. Будто он знал каждый сантиметр тела и души, и не осталось ничего неизведанного им. Но, несмотря на это, его интерес не угас. Это то, что ему было нужно. И он произнес. Клянусь. Я рвано вздохнула и почти смеясь ответила. Клянусь. А Муравец скинул руку и в небе загромыхала в ответное обещание. И розы зашевелились, потянувшись к нам. Правовые розы благословляют вас. Подарите их своей жене. Мальбом-то лишь мельком взглянул на них, словно они ничего не значили. Видели себя, он уже все решил. Но все же сорвал цветок и отдал мне. Раз я могу вечность ненавидеть, то и любить вечность тоже способен. Блин, на самом деле, такие глубокие слова. Потому что он действительно очень-очень много. Он почти всю жизнь страдает. И, естественно, любить, скорее всего, он тоже способен всю жизнь. Не врет. И два цвета оказался у меня в руках. Я ощутила прилив силы, словно наяву увидела, как наша смальбом-то судьба стягивает прочную золотую нить. Кровавые розы подарят вам вечную любовь. Отныне вы связаны. Да будет так во веки веков. Мы обменялись кольцами. Когда наши пальцы соприкоснулись, по телу пробежал ток. Это ваша связь. Я думала, мы и так связаны. Мальбом-то притянул меня к себе и прошептал с самых луп. Мы всегда будем связаны. А затем поцеловал под громкие аплодисменты гостей. Я повернулась к ним, чтобы запомнить их лица. Вобрать в себя всю их радость за нас. Ура! Ура! Мама не плакала, но ее нижняя губа едва заметно подрагивала. И часто гладил ее по руке и смотрел на нас с улыбкой. И, может, мама хотела бы, чтобы рядом со мной был кто-то другой. Но больше не показывала этого. Она видела мое лицо и не посмела бы испортить это счастье. Я жала ладой Мальбом-то и шепнула ему. Твои родители были бы счастливы за тебя. Да. Быстро перебираю короткими ногами. Амурвиц подошел к гостям и торжественно произнес. А теперь танец молодоженов? Я ждала этого. Мальбом-то без слов протянул мне раскрытую ладошку. Я вложила свою руку в его и позволила увезти себя к беседке. Мы поднялись по ступенькам под пристальные взгляды гостей. Это напоминало ритуал, где своими движениями мы поставим точку на минующую конец наших прежних путей и начало совместной семейной жизни. Как трогательно, я не могу. Блин, слушайте, ну тут Кат шикарен. Кат Смальбом-то прямо классный. Свадьба пела у меня тут. Слушайте, ну вообще они классные. Единственное, было бы круче, если бы он смотрел на нас, конечно, но это уже придирки. Музыка лилась отовсюду, словно сам остров пел. Каждый листочек из дерева, каждая травинка, восславляющая единение душ. Мальбом-то провел меня в центр беседки, не отнимая от меня взгляда. Я смотрела на него, как завороженная. Его руки крепко сжимали мои пальцы. Музыка играла, но мы не спешили танцевать. Мне хочется тебе столько всего сказать, но я не знаю, как это сделать. Он молчал, чтобы в конце ему хотелось столько всего нам рассказать. Ладно, ладно. Я хотел бы развеять все твои сомнения. Ой, зайушка. Смог ли брак разогнать их хотя бы частично? Я с волнением вздохнула, прежде чем набраться решимости и ответить. Ты сделал меня счастливой и гордой собой. Я стала женой самого опасного и хладнокровного мужчины, чье сердце никому никогда не открывалось и уже не откроется, кроме нас. Шагнула к нему навстречу. Стала женой, потому что именно мне ты открыл свое сердце. И доказал, что только такой опасный и хладнокровный мужчина может любить настолько искренне. Он в шоке просто аж. В шоках. Мальбунта обхватил мою талию, притянул к себе и поцеловал. Мелодия замедлилась, и теперь каждый аккорд будто врезался в сердце. Чисто срывались с веток, хлопая крыльями, словно за меня аплодисменты за бывшихся гостей. И мы стали танцевать. Голова окружилась от нахлывавшихся эмоций. Но я не боялась упасть. Мальбунта никогда бы этого не позволил. Его дыхание, запах, ощущение крепкого тела. Тремящегося уберечь, сохранить, обласкать мое хрупкое и слабое. Я и правда была горда. Как бы страшно ни было обжечься, мое сердце готово было сгореть от любви к Мальбунта. Я обожала его так сильно, что вселенная решила смеяться и подарить это мгновение. И уже было безразлично. Умру ли я после этого? Я любила и была любима. Мальбунты. Твое имя всегда будет у меня на устах и в моей голове. Как и твой голос. Я люблю тебя. Читали почти всю историю этого. Его слова звучали как извинения. Возможно, он знал, что вскоре произойдет, но это было неважно. Даже если бы он перешел на сторону матери жизни. И ответила. Я люблю тебя. Ваша любовь способна пережить все, что бы ни случилось. Гости захлопали, выдергивая нас из-за бытия. Мальбунты отпустил мою руку, на его пальцы дрогнули, стремясь свернуться. Я вплотила его за локоть. Перестань сдерживаться. Не буду. На нас все оборачивались. Им было непривычно видеть Мальбунты таким счастливым. Словно грозовая туча, вечная, нависающая над его головой рассеялась. И я была рада стать солнцем, освещающим ему дорогу. А в это время Мими и Кристофер о чем-то спорились, смеялись. Кормили друг друга закусками. Уже счастливые там. Мими выглядит такой счастливой. Кристофер подшучивал на ней, и она вспыхивала. Кидаясь угрозами, но глаза обоих светились от радости и облегчения. Теперь они оказались на одной стороне. И Мими стала притворяться, что внимание Кристофера ей неприятно. Их отношения были взрывными, полными страсти и смеха. Кто знает, хоть у них время, может остров Амор открыл бы двери для новой свадьбы. Вскоре гости стали занимать свои места. Я посмотрела на небо. Кроны деревьев открывали лишь маленькие участки, старательно пряча уродливую правду. Природа готовится ко смерти. Амор отнекивался, таился от реальности. Лично цветущий остров не хотел изменять своим традициям. Ну, небо знал. Оно утратило всякие краски, став абсолютно серым. Может, мы были неправы, когда решили сделать вид, что ничего не происходит. Когда решили повеселиться в честь свадьбы. Этот праздник делал нас уязвимыми, беспечными, счастливыми, сильнее. Ну, слушайте, первое, ну вообще как-то пессимистично звучит. Первые два. Ну, что-то вот из последних двух счастливыми, сильнее. Давайте выберем сильнее. Мы набрались сил, позволив тугому узлу в груди на время расслабиться. Поэтому нас нельзя было в этом винить. Он был накрыт, меня уже ждали. Я оставила плохие мысли позади и улыбнулась. Сегодня не время для грусти. Свечи каждый раз подрагивали, норовя потухнуть, когда кто-то проходил мимо. Тени плясали по стенам, будто продолжая дело своих хозяев. Харелок с едой было так много, что они едва вмещались. В животе звучало от одного взгляда на необычные блюда. Все изголодались и искудались с тех пор, как голод уничтожил посевы и большую часть запасов продовольствия. Но теперь мы могли вернуть утраченные силы. Мы с Мальбонте сели на места для новобрачных. Я неловко заерзла, когда почувствовала на себе слишком много внимания. В голове раздался голос Мальбонте. Ты слишком нервничаешь для невесты. А потом мы можем и так поговорить. Он нагнулся и шепнул на ухо. Хочу, чтобы мой голос слышала только ты. Я озарделась, было в этом что-то действительно интимное, личное. Мама поднялась с бокалом глифта в руках. Сегодняшний союз крайне необычен. Возможно, шепфа осудил бы его. Я сжала ножку своего бокала, но следующие слова успокоили меня. Но шепфа больше нет. А мы есть, и мы выбираем быть счастливыми. Она улыбнулась мне. Спасибо, мама. За молодоженов Бессмертное счастье Любовь навеки И все повторили за ней Бессмертное счастье Любовь навеки Ну, Лиза, шикарно. Признайтесь, признайтесь. Бессмертное счастье Любовь навеки Бессмертное счастье Любовь навеки Ждем поцелуем Аня, как всегда, выделился. я с опаской посмотрел на мальбонда он был неукротим тем кто всегда идет своей дорогой захочет ли он целовать меня лишь потому что просили другие неважно было это традиции или нет но мальбонда и беспрекословно поддался он нашел мои губы и подарил нежный чувственный поцелуй такой что сразу поняла он предназначался мне и только мне они гостям желающим подтверждения наш любви он сделал это потому что хотел и здесь он лишь потому что хочет быть со мной за столом царила праздничное настроение одиссе не убеждали мамона спеть для молодоженов и лиза в гневе отговаривала его рагон держался подальше он единственный выглядел задумчивым и все же когда ловил на себе взгляды натягивал улыбку положил ворона адресуя лишь ему искренние чувства блин вот с ним не дали ветку и он теперь только ворона наглаживает ну чё ж такое я хотела пойти к нему но меня отвлек шум мама он все таки решился и поднялся со своего места прошу немного внимания шефа пощади эта песня посвящается влюбленным душам это поддержать ладно давайте поддержим я обожаю мамон поддержать я захлопала вольщенный мамон подмигнул мне он сбросил с одного из столов тарелки под общий то ли удивленный то ли возмущенный возглас забрался на него и положив одну руку на грудь а другую подняв небу запел сердцу дьявола не чуждо смелость чувств и ласки зной как сгорает сердце чувства когда вижу образ твой в голос был слишком грубым для слов полных тоски любви сначала вы никто не слушал но мамон не останавливался пел все громче все чувственнее запрыгнув на следующий стол расправив крылья словно хотела объятьями всех нас и принести по смыслу своей песни строка за строкой образ за образом он увлек нас и бас мамона подхватили остальные не горюй мой ангел знаешь какие-то это уже пьяненькие версии песен не горюй мой ангел знаешь за рассветом есть рассвет все конечно в нашем мире и есть конечность и убед блин даже он поддержал эту песню пели в папах или ангелы демоны и узнали все бессмертные но давно не вспоминали она была погребена от трупами павших много веков назад ее придумал один демон надеюсь что его творение станет таким же бессмертным как он но демон умер а его слова остались жить есть конечно и убед есть конечность и убед я нашла руку мальбунт и крепко жало так ли работает искусство он пишется одной израненной душой всегда находит отклик другой точно было создано персонально для каждого мама он поклонился благодарю или засмотрела на мужа еще несколько секунд затем поспешно отвернулась я знаю что тебе нравится когда я пою обняла его и положила голову на плечо ужасно поешь я не заметила как музыка стихло и гости вновь стали говорить без перебоя они шутили смеялись болтали о глупостях не захотелось прогуляться и я прошла по тропинке скрываясь за стволами деревьев мысль 1 обхватила себя руками будто защищаясь от прохлады а может я пыталась отгородиться от плохих мыслей подняла голову и смотрела как птицы перелетают с ветки на ветку этим срываются прочь отсюда в небо прислушивалась к шелесту карканье и хрусту веток на тишину прервал голос мамы винчеста эрагона даже не знаю кого вот вы бы хотели видеть а можно всех так скажем показать давайте может винчеста мне он нравится он знаете прям вот иногда умные вещи говорит вот для демона он ну хотя знаете все таки секрет небес кстати и раскрывает эту тему то что не все ангелы виду себя как ангелы не все демоны виду себя как демона и вот про винчеста вот сто процентов это пусть он так мудр очень нежен вообще классный если ты переживаешь что совершил ошибку можешь сказать я тебя поддержу я обернулась к нему и решительно покачала головой никакой ошибки это лучшее мое решение и часто положил руку мне на плечо и посмотрел туда куда я вглядывалась до того как он пришел здесь очень красиво амор был вечен и мы называем себя вессмертными но это просто слова вечно не умирает даже боги смертные вопрос лишь томс насколько долго смерть не сможет их забрать вечность в том смысле который ты в нее вкладываешь неестественно любовь тоже любовь это символ лишь символы нетленные я могу понять что ты боишься потерять обретенное но ведь это хорошо почему если не боишься потерять какой тогда смысл владеть этим пойдем тебя ждут слушайте вообще к шикарно красиво когда мы вернулись музыканты играли на лирах бравурную музыку от которую танцевали почти все кто-то подпевал кто-то хлопал задавай ритм альбом ты неловко танцевал подначиваемыми место рутом вот это да вот этот неожиданность увидев меня он остановился затем усмехнулся и кивком пригласил присоединиться я присоединилась к ним и стала кружиться извиваться отдаваться музыке пласти шуршала пару юбка поднималась но я опускал ее разглаживая по краям и продолжал растворяться в мелодии не обращая ни на что внимание не было конца света не было боли не было печали и я любила и было любима а потому не было причин для печали есть только этот вечер и он прекрасен я хотела шималь бонды и поцеловала его на лукнулся поглаживая мои руки но я отстранилась и снова скрылась толпе лишь спустя часы общее помешательство сошло до не тяжело дыша с полыхающими сердечками и я вернулась к столу забыв о тоске и тревоге я думал лишь о том как счастлива свадьба действительно подарила мне спокойствие на душе было умиротворение мими не расставалась кристофером между ними все еще была неловкость нового приятная какая бывает начале отношений не смущались от взглядов и прикосновений но вместе с тем жажда ли их попали ребят мими кристофер теперь вместе нам подбежала муравец пока вы не ушли амур хочет подарить вам кое-что он не стал дожидаться нашего ответа и побежал по тропинку худящий в лес мы пошли за ним что уже дам интересненько интересненько чем ниже мы спускались тем больше роз нас окружала они были под ногами и вились по деревьям их лепестки как листья падали откуда-то сверху горе перед нами предстало нечто необыкновенное множество роз так туго переплели свои стебли что были похожи на ствол дерева черешки уходили высоко и крепко сцепились между собой заменяя ветки бутоны как плоды висели над нашими головами это прекрасно могу ли я взять за руку вашу жену мальбонты посмотрел на муровца затем еще раз оглядел дерево словно просчитывал варианты событий или затем кивнул если вини против амуровец посмотрел на меня я в ответ лишь протянула руку наплотил мои пальцы своими маленькими и поймел дерево затем указал на самую крупную розу она расцвела специально для вас сорвите ее и она будет жить вечно подарить ее своему спутнику он ведь уже подарил вам свою я обернулась мальбонты ответ ты уже знаешь но буду рад хорошо потом был высоко мне пришлось подлететь к нему стебель не поддавался цеплялся за основание словно не хотел прощаться с домом и тогда погладила лепестки как бы спрашивая разрешения попробовала еще раз стебель покрутился выпутываясь из объятий своих братьев и оказался у меня в руках я опустилась на землю и подошла к мальбонта протягивает цветок спасибо надо было нарисовали в руке было бы прикольнее остров амор благословил вас амуровец поклонился спасибо за вашу нежность остров был рад ощутить прилив энергии что так и сочится из влюбленных сердец мы с мальбонта склонили головы спасибо спасибо мур из провел нас назад не успели мы с ним попрощаться как его уже и след простыл ветер приятно ласкал перья сдувая остатки разгоряченности я порхала в облаках и ежилась чувство на теле капли ледяной воды вскоре мы должны были обсудить план действий словно у нас был шанс и и тряхнула головой зачем об этом думаю сейчас когда от меня ничего не зависит и чувство такой прилив энергии мне хочется еще селиться неспособна мысли трезво ну давайте про мне нравится смотрите второй третий вариант давайте про прилив энергии не нужно тратить ее на пустые размышления нужно действовать вскоре показали для школы пора было снижаться дверь в спальню с тихим скрижетом отворилась он это освещался однажды свечой на полу дрожали волосы лунного света мальбонта вошел так словно это место принадлежало ему спокойно уверенно так было всегда где бы он не появлялся чтобы не делал а может так казалось лишь мне а теперь я была его женой он сам раскинул сети сам них попал пришел ко мне застегнутыми наручниками дикий зверь решившись даться на мил с человеком но и бомб ты пересек комнату сел на край кровати задумчиво провел ладонями по простыню ням пиджак и расстегнул несколько пуговиц затем поднял на меня глаза намек и было очень красиво сегодня у меня захватило дыхание от его слов и сделан несколько шагов и замерла посреди комнаты напротив него спасибо хотел сказать я видела это по его глазам но почему-то не решался и тогда и решилась я ну давайте чуть раздеваться перед ним я потянулась к веревочкам на кресете дернула за одну затем за другую а после откинула его в сторону мальбонта оперся на руки и стал молча наблюдать за тем что я делаю я спустила лямки присела и хватило за юбку стягивая себя платья шумно сползло с бедер и гармошку упала к ногам и юшкин как красиво продолжай я медленно с него на русике кинуть его давайте в него бросила мальбонта он поймал их на плиту не отнимает меня взгляда жал в кулак и вернул руку на 100 продолжая на нее операция следующем на очереди был быстрым движением я снимаю вы себя от холода я прикрыл их ладонями чувствую как горят щеки мальбонта следил за мной всем также безмолвно все также внимательно его глаза стали совсем черными а взгляд хищным пронизительным подойдешь ко мне вопрос был мягким почти ласковым от этого контраста я зародилась еще больше не спеша приблизилась кровати он нежно обходил мои запястья и медленно отвел руки в стороны чтобы я не прятала грудь раскользил пальцем орел я вздрогнула и все еще стесняешься меня и иногда кончик его пальца спустился ниже а чертила круг около пупка чему губы без моего ли раскрыли словно готовь издать стон но вместо этого я лишь тихо выдохнула из-за твоего взгляда рукам альбонта опустилась ниже начала ласкать внутреннюю сторону бедра все ближе и ближе подбираюсь к чувствительному месту какой у меня взгляд как будто я не удержалась ахнула когда все таки коснулся меня между как будто что что за допрос шепот мальбонта сводил с ума мне приходилось стараться чтобы уловить смысл его слов и даже отвечать на вопросы будто ты хочешь мне съесть мальбонта поднялся обходил мои локти чтобы я не упала и прошептал над самым ухом ты путаешь голод бывает разным он развернул меня так чтобы я оказалась спиной а затем легонько толкнул к сверху придавливая своим весом я шепнула ему губы и какой же это год который никогда не утолить мальбонта расстегнул а как же а как же разогреть дуба весь голос хватило ногами его бедра и впилась ногтями в спину башка мешала мне и я сорвала ее на нем остались лишь брюки быстро и жестко прекращались не было времени перевести дыхание поменять позу сказать что-то хрипа не сдерживаясь царапала его спину голова кружилась и она готова была потерять сознание огонь внутри не утихал хотелось большего не нашли губы друг друга на наши поцелуи были больше похоже на укусы разряд пришла быстро я вся задрожала не живота запульсировал по телу прокатилась волна удовольствия но мальбонта не останавливался и за одной волной последовало другая когда все закончилось мы лежали глядя в потолок и пытались отдышаться вернее пыталась я время как мальбонта не выглядел уставшим если не мокрый от пота непослушные пряди можно было бы решить что он даже не выдался мальбонта повернулся на бок и посмотрел на меня могли бы раньше показать его представлять получше что с тобой рядом его голос затиха шефа малому да может потому что я еще только твой голос можно задать вопрос почему ты спрашиваешь если не конец света ты бы сделал мне предложение если бы не конец света я бы сделал тебе предложение в тот момент когда чума забрала у тебя мою силу верну во мне почему потому что понял тогда как мне нравилось что в тебе всегда была часть меня ладно потому что нас что-то объединяло а когда нить почти оборвалась и стала одинока к тому же месте силы окрепла связь шефа малым он погладил меня по щеке когда ты ли лишилась моей силы и испугался что не выживешь в новом мире это восхищает зря я тебя недооценивал я прикрыла глаза полная восторга от его слов и нежных прикосновений летившись со страхом меня потерять он стал более открытым и тогда я увидела то чего не замечала прежде его привязанность ко мне это не было с нисхождением случайным выбором очередным пунктом плана мальбонты действительно меня любил и как же раньше я не замечала за его холодностью обжигающий огонь для мальбонты нет никого дороже тебя я земное передвигаюсь ближе устала насыщенный день дальше будет еще тяжелее 2 нужно набраться сил он укрыл меня одеялом и обнял положив подбородок на затылок едва я замкнула веки как сон захватил меня целиком и полностью до самого утра я проснулась от резкого света ударившего по глазам стола развернулся к окну разлепил уставшие глаза и пару раз моргнула пытаясь фокусировать взгляд мальбонта стоял окна его сосредоточенный взгляд был направлен небо чем дело я отшвырнула одеяло встала дембул с самого разгаре но солнечные лучи едва достигали горизонта черный диск медленно поглощал звезду закрывая ее свет ото всех это все матерь жизни время пришло ну слушайте я поставлю пятюню как вам признавайтесь я вот рада что выбрала мальбонты ничуть не жалею мне понравилось с ним вести ветку да может быть мало было проявления чувств но в конце безусловно все классно классный день классная поддержка и мне нравится все таки как прописали его чувства в этой серии как он все это чувствовал как в нем все это кипело на самом деле но он просто не рассказывал и что рядом с нами ему действительно хорошо комфортно и даже в момент когда вроде бы силы его вернулись он все равно за нас переживал как мы будем без его сил ждем следующую серию она финальная очень с одной стороны жалко расставаться с историей это одна из самых любимых моих историй в клубе романтики обожаю первый секрет небес на сто процентов здесь конечно есть вопросы к сюжету но не будем об этом весь я буду рада если поставить лайк подпишитесь на меня меня можно поддержать в комментариях и дальше по qr-коду до новых встреч